Так, все, я включила запись, и сегодня у нас необычная трансляция сорсингового стрима, на этот раз по моей вакансии, по вакансии, которую вы, скорее всего, уже где-то, возможно, видели, но на этот раз мы будем сорсить вдвоем с Русланом, у нас будут разные стратегии, возможно, возможно, одни и те же, мы будем как раз смотреть и понимать. Но будет интересно, потому что можно будет нажимать на наш экран, мы сейчас отключим наши видео и будем стримить наши экраны, так, чтобы мы не мигали, и в записи как раз можно будет посмотреть оба наших экрана и посмотреть нашу логику. Вот, по вакансии еще раз, да, у нас вакансия тимлида, девелопера, это, то есть, может быть, и CTO, и тех лид для бэкэн-команды с голангом, желательно, из криптосферы. Стэк тоже прописан, но необязательно. Локация вся центральная Европа и важные моменты, хендзон, то есть, чтобы он сам кодил, а не только менеджерил, и мог быть раньше, например, фаундером какого-то стартапа, либо ключевым лицом. А по центральной Европе там ремоут или без разницы? То есть, кандидаты из центральной Европы, но при этом не важно откуда, потому что будут работать далее. Да, 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 единственное важное из центральной Европы, потому что, ну, в связи с там безопасностью и так далее, в связи с облаками, чтобы все было секьюрно, вот. А так, да, без разницы. В целом, можно рассматривать и какие-то другие локации, но желательно из этих. Так, наши экраны видно, мы иногда будем, то есть, у нас один экран будет мигать иногда, вот, поэтому вы можете настраивать. Мы будем иногда там взглядывать, комментировать, я думаю, а если у вас по ходу будут возникать вопросы, то пишите, пожалуйста, их в комментариях под последней публикацией, и мы будем, надеюсь, по ходу, да, по ходу отвечать, либо потом разбирать, да. Итак, давайте, давайте начинать. Центральная Европа, если что, я хочу тебя спросить, ты по столицам будешь тегать их или по странам? Я сейчас хочу пока пойти по группам, и потом страну посмотреть, отдельно по странам. Сейчас я попробую одну штуку сделать через CSE, по странам посмотреть, по всем, которые мне интересны. Короче, я хочу по группе сначала пойти. Окей. А напишите, пожалуйста, кого чей экран виден еще, интересно просто. Я хочу по группе сначала пойти. пока пойти по синонимам что-нибудь блокчейну, чтобы потом это использовать, как самый релевантный опыт кандидата. Классно, интересно. Слушай, мне кажется, тебя чуть позже слышно. Возможно, возможно. Сейчас должно быть нормально. Да, 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 да. Я тебя слушаю хорошо, у меня на максимум стоит, но, возможно, тут есть комментарий небольшой. А, ну все, я пододвинул. Все должно быть ок. Все, отлично. Отлично. А он именно будет тим-лидом, да? Или тех, или тим? Он вообще будет инжиниринг-менеджером. Но проблема в том, что он по факту должен кодить. Инжиниринг-менеджеры, они уже не кодят давным-давно. И они готовы смотреть крутых тим-лидов. Самое главное, чтобы у него в основном кодинговый скилл тоже был. Об этом все проблемы еще. Окей. Если я, допустим, буду, ну, как тебе гипотеза, если у человека есть гитхаб, то он все еще кодится? Или так? Не факт? Ну, мне кажется, да. Почему бы нет? Ну, то есть, возможно, у него есть хотя бы какие-то свои предпроекты, если он не реализовывает его на работе. На своей текущей. То это будет здорово. Слушай, мне кажется, тут еще можно посмотреть в сторону каких-то челленджей. Может быть, на Kegel, либо еще какой-то новый сайт. Мне недавно один разработчик тоже подсказал во время собеседования. И я благополучно, конечно, о нем забыла, но записала куда-то. Там именно бэки? Кодилити, что ли, по-моему, что-то такое. То есть, там челленджи конкретно. Вот как по SourceCon же есть, там, игрушки для сорсеров. Вот, то же самое, только для разработчиков. Там тоже игры, ну, не игры уж, а конкретные задачки, которые нужно найти. Прикольно. Надо поискать еще раз. Я где-то вычитал, что если человек предоставляет услуги, то он в шаге от того, чтобы сменить работу. Ну, если он пишет C, ну, как ключевик, типа C in details, то можно попробовать по нему, ну, на него закрепиться, короче, как вариант. Прикольно, прикольно. Очень интересная штука, я об этом не знала. Как-то даже не думала в эту сторону. А я делаю, ну, у меня есть съежка для Европы, но для Центральной Европы. То есть, там далеко не все европейские страны. Все, которые как раз мне интересны. И получается так, что у нас появляется возможность не писать отдельно, да, каждый раз страну, а искать по всем интересным нам, но не по всему миру. Угу, прикольно. Что у меня по группам он не хочет искать. Я, кстати, обратила внимание, что hands-on в Европе довольно распространенная штука среди CTO в том числе. То есть, они прям все хотят, точнее, не хотят, они описывают то, что они кодят. Как они на человеческом языке про это говорят, что они кодят? Ты пишешь, ты прям hands-on, и все, типа, это так прям... Ага, да, да, да. Вот, видишь, у меня тут 262 человека вышло по всей Европе, ну, не по всей, по Центральной Европе, с указанием крипто, голанг, CTO. Сейчас укажем, попробуем что-нибудь еще. Ну, вот, чуть больше получилось. А, здесь можно сделать unpin, твое и мое, и теперь видно наши оба экрана. Вот. Скажи, а ты пользуешься вот этими местами урд? Типа, да, пользуюсь. Но там по-разному он выдает. Там есть какое-то ограничение? Точно не скажу, какое. Угу. В последнее время прям хорошо работает. Ну, по крайней мере, то, где я ищу. 123 человека. А еще в ЦСЕшке есть по дате, можно сортировать. То есть не по релевантности, а по дате. И, получается, выходят те ребята, которые недавно были, ну, что-то опубликовали недавно. Там вот даже видно 24-й ман. Либо робот их забрал недавно. Угу. Да. Типа новые профили. Ну, либо какое-то обновление у них было недавно. И за счет этого видно, что они довольно активные. Ну, сейчас посмотрим, проверим. Приковал ли он что-то? Слава, на тебя качество классное. А у меня, видимо, не очень. Может быть, из интернета. Да, потому что у меня что-то не грызется совсем. Может, VPN? Ну, VPN, конечно. А 5+, 6+. Именно на этом стеке, да? Нет, вообще. Нет, нет, нет. Вообще, да, с гол, да. Нереально, ведь столько опыта. Ну, да. Очень мало будет их. Но есть какой-то вот чувак, который работал и с блокчейном, и сейчас на позиции СТО, и вроде TypeScript, и Ethereum, и ТС. И вроде как он фрилансит еще. И может быть, это как раз легче будет его забрать. Да, кстати. Переманить с фриланса. Да, это крутая идея, на самом деле, потому что далеко не все задумываются и, наоборот, думают, что не стоит иметь дело с этими ребятами. Что у меня прям не грызет? Блокчейн-коуч нужен? Коуч? Да. Ну, не для этого проекта, но в целом может быть интересен. Да. Мне почему-то кажется, что СТО это будет слишком нет? Ну, или там насколько большая команда? Там небольшая команда, там 5-6 человек в управлении под ним будет, получается. И... Но будет дальше развиваться. Да, возможно, СТО в зависимости, то есть, насколько большая там команда, это был стартап или небольшой, какой-то небольшая компания, то да, если там какая-нибудь Кларна и СТО всей Кларны, то не подойдет. Окей. У меня все. Короче. Ну, я подхватил, так что... Да. У меня все. Почему-то. Да, попробуем, на каком я буду русском сайте. Работал ли он с Гоу? Я не работал. Или работал? Лондон уже не в Центральной Европе. Далеко. Или все равно? Как еще раз? Это же Европа. Лондон, Лондон. Ну, он не совсем подойдет, потому что они будут много просить, скорее всего. Да, Великобритания. Короче, теперь мы смотрим вместе твой экран, потому что у меня не удается получить никакие данные, не удается ни отключить, ни выключить этот VPN страшный. А UK не совсем подойдет. Видишь, что у меня линк сейчас тоже не грузит. Да. Почему, интересно? Потому что мы стримим. Не знаю. Может, просто линк заболел. Странно, не знаю. Странно. Так. Ты говоришь, чтобы он был фаундер, да? Типа того? Фаундер, типа... Ну, в прошлом можно. Да, в прошлом можно рассмотреть его как фаундер. Ир, это у нас что за страна? Ирландия? Нет, Иран. Ирландия, это Украина, это Украина, это что у нас за? Тоже Лондон. Ну, у него, скорее всего, другая страна была до этого, потому что Украина, он не за. У него что-то другое. У меня просто, кроме Берлина, Праги, ничего есть в Центральной Европе. А, ну, хотя я же могу, в принципе, и по столицам-то бьёх. Ну, да. А Братислава? Братислава вот так пишется, интересно? Или нет? Так, ну, этот чувак в Канаде, как будто бы уже. Ну, да. Угу, да. Этот в Белоруссии, вот этот вот на этом, в Германии. И он, и Ирландия. Можно как-то смотреть. А скажи, пожалуйста, у тебя вот там ЭД написано, да? Это какая-то система внутренняя? Где? А рядом с Александром Зубак, да, плюс ЭД написано. Это в NX. Ну, короче, ты можешь понять, проходился ты по этой страничке или нет и когда. Ну, то есть он пишет, типа, здесь, когда ты посещал, ты можешь какую-то заметку, в принципе, добавить по нему. Ну, то есть это как бы такая бесплатная возможность, чтобы под ним и тем же людям не проходиться. Угу, круто. Так, этот из RU, да. Ну, RU тоже можно рассмотреть, в принципе, интересно. Что-то я линк уже надоел. Тут что-то как-то не сильно везет. А, ну, кстати, может быть, взять что-нибудь вот типа такого ключевика, не знаю, и добавить коленг, typescript, script, singer. просто with blockchain. То есть have experience, упрад, например, мне кажется, больше появится. А, ребят? Теперь, так, это что у нас? Это явно не... Давай теперь помоги мне с... Как и кодами, потому что я что-то прям... С кодами? Локация во мне. Локация. Да. Угу. Да. Или страны. Что тут можно? Страна, Словакия, Словения, Польша, Poland. Сейчас я рекрутеров уберу. Poland. Ой, давай я покажу. Можно? Давай. Пока у меня эта страница... Так, кончу. Сейчас, сейчас, sharing. Сейчас, this action. Screen. Там. Сейчас, секунду, я разберусь в этом предложенном. Да. Вот. Короче, такая штука классная есть. Ну, CSE, ты же знаешь, CSE пользовался. А, ты кодекседов писала все. Да, да, с инами, то есть он ищет по вот этим конкретным странам и для, по пользователям. То есть я здесь прямо не скажу сразу, какие, Латвия, да, Литва, Эстония, Венгрия, Беларусь, Беларусь, по-моему, тоже есть. Дальше я не помню, честно говоря, наизусть все страны. Вот. И получается, что по Европе еще. И сюда можно, например, вставить вот этот без сайтовый точек накидин, просто как VIF блокчейн, CTO какой-нибудь и Голанг. Ну, давай. А, у меня же не грузит, простите. У меня интернет не грузит, поэтому я не смогу это сказать. Да, и давай я тебе пришлю ссылочку на этот URL. на CSE-шку. И можно будет его как раз посмотреть у тебя на экране. А Application Architect, думаешь, подойдет? Application Architect? А, хотя он в последнее время только с блокчейном будет. Вон, лид, да, 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 мне кажется, да. То есть у него там несколько должностей. Именно с Go, я что-то не понял, где он тут нашел Go. Мне кажется, что у него нет опыта искал. А это куда CSE-шку ты закинула? Тебе, в личку. Сейчас. Так, она уже по этим, да? Да, она уже готова. Да, я просто хочу, чтобы, ну, посмотреть. Все работает, нет? Тебя. что-то есть. 23 человека, которые просто написали hands-on. Мне кажется, это слишком мало. Ну, смотри, hands-on пишут ребята только те, которые лиды, вероятно. Как бы они будут просто, разработчики не будут писать hands-on. Логично, мне кажется, здесь. Да? Или нет? Да. Да, да, да. Здесь у этого чувака пустой профиль. Мне кажется, надо просто, а тут по тайтлам, он же будет работать? По идее. Ну, по идее должно работать, но у этого, у CSE есть и другие операторы еще. Это more two-это 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 у них там длинные операторы. Сейчас Женева. Что тут у нас? Голэнг, Синьор, Софтвер Инженер. Что по блокчейну? Какой-то он курс проходил. Это нормально для чувака, проходить курс по блокчейну? Лучше нет. Не, на имеется ввиду, хватит ли такого у него погружения в блокчейн? Или маловато? Так, ну... Здесь он последнее время пишет на Гошке. Да, я думаю, да. Я думаю, да. Тоже интересная личность. Пять лет опыта. Ну? Тут много всего написано. Надо переписать его резюме. Консультацию провести? Да, да, да. Упаковать. Здесь тоже много запихал. И ноду, и пайтон, и джаву, и все на свете. Какой-то open-source enthusiast лид C++ Гошка. Угу. А у него что здесь с блокчейном? Есть что-то? А-а-а. Похоже, что нет. Какой-то криптобосс. Криптобокс. Фриланс. Бокс. Так, что он там делал, интересно? Скриптобокс. Ну, на Гогов он точно что-то делает. А, ну вот я вижу, что децентрализация, что-то, что-то, где он там написал. Ну, тогда все ок. Пир-то-пир. Да. Наверное, он знаком с технологиями всякими похожими. Ну, на Раст, с Растом что-то знаком. Вообще, Зик, я не знаю, что это. Ты знаешь? Растер Зик. Что такое Зик? Нет. Нет, не знаю. А, это какая-то технология из веб-3, по-моему. Да, что-то новенькое, 2015 года. Ну, я думаю, что вот так, кто он был-то? Сейчас я его открою заново, если найду. Так. Вот этот чувак из Парижа. Угу. Сейчас я его сложу. Лид, Гошка, тут и фронт, и Гошка, и что-то низкоуровневое, и что-то блокчейн. Ну, он интересен. Да, потому что нам же еще... Ну, я не написала, конечно, все на свете, но нам, по факту, нужен еще человек, который я работал с какими-то девайсами. Потому что по факту компания занимается еще и технология, которая может проверять там, глазное яблоко, и за счет этого персонализация появляется. И никто не может свою там, валюту своровать и как-то скомпрометировать данные. То есть, все будет эффективно и одному человеку только дано. Ну, вот есть какой-то гошник, который работает с блокчейном, но он не лид, у него нет опыта работы, управления командой, не подойдет. Нужен лид. Да, к сожалению, отказывают. Да, интересный человек. блокчейн-архитектор. Слишком круто? Блокчейн, финтейн, блокчейн-архитектор. Слушай, мне кажется, вообще отличный чувак, потому что у него там есть и лидерский опыт. Ну, Гошка у него есть, но что-то как-то она прям не не во главе угла у него тут про нее он пишет. На чем он интересно сейчас пишет? Не сказал он, на чем он пишет. И здесь тоже не мне кажется, там что-то тоже подобное. надо спрашивать. Ну, давай его отложим. Мало ли. Да, спасибо. Слушай, мне кажется, мы как бы у нас 30 минут уже прошло от заявленных. Я думаю, что здесь можно очень долго еще смотреть, что мы можем поискать. Давай подумаем. Да, вопрос. давай. Куда еще бы ты пошел и я бы допустим пошел. Если бы время еще было, я бы пошел потом на GitHub, потом на Xing, потом на Stack Overflow. Может, на Facebook бы прошелся, не знаю, через CSE-шку. Может, там кто-то бы оказался. Я бы с... А, ну да, кстати. Тоже хорошо в идее. Мне очень нравится эта CSE-шка. хочется понять, как они сделали по Facebook. Потому что я пыталась понять, но до конца не уловила этот момент. Я бы пошла еще на Metap, например. Там бы посмотрела, какие блокчейн-метапы, крипто-метапы есть. Именно с разработчиков, с разработчиков, и кого-то оттуда можно было бы схватить. Посмотреть, где они еще сидят, допустим. И в твитке можно еще поискать, я думаю. Ну да. Да, линк тут, конечно, надо... Тут еще можно много посмотреть. Ну, типа, мне кажется, на линке должно еще много профилей выйти. Просто надо перебирать запросы. Да. там большинство на самом деле сидят. Так, давай я спросим у наших коллег, те, кто нас смотрит. Можно, мне кажется, даже с видео уже выйти, чтобы пообщаться с тобой. Так, а мне не видно похоже. Нет. Коллеги, слушатели, участники, подскажите, какие у вас есть идеи по поиску, где бы вы сами поискали и насколько вообще интересен такой формат. А мне было скучно, когда мы смотрели и друг с другом переговаривались по поводу нашего поиска. Поделитесь мнением. можно даже нажать на микрофончик и рассказать свои впечатления. не варианты, а можно поделиться с нами вашими впечатлениями. Вам полезно было, интересно послушать, посмотреть, как мы сорсим по-разному совершенно, потому что у нас, как показала практика сейчас, мы по-разному смотрим сорсим. Непривычно и на классно. Собственно, год назад мы таким же образом сорсили на ресурсе и батлились. А, ты еще помнишь, кого мы искали? Мы искали мобильных разработчиков и это было для приложения для знакомства, типа тиндера что-то. это было попроще, там можно просто хороший сеньор-мобильщик, желательно с опытом в приложениях, связанных со знакомством. Здесь все-таки они хотят чувака с опытом в блокчейне, ну и с какой-то децентрализованной системой с криптой, ну или не криптой, но при этом на Гошке, а это реже встречается, чем на Расте том же самом, например. Да, кстати говоря, да. Вот. Но я тебе... Скучно немного слушать, но полезно было. Я тебе три профиля отправлю, посмотришь, может тебе кто-то и зайдет из них. Спасибо. Действительно, да. есть небольшие зависания и в техническом плане, но мы будем работать над этим. Я думаю, что было полезно в любом случае по запросам посмотреть, по нашей логике посмотреть. будем совершенствовать формат, чтобы не было скучно. Тут мы оба сорсили, мы оба смотрели и за счет этого не успевали развлекать. Отлично, отлично. Ты не читаешь комментарии? Я не читаю. Нажмем X. Потом посмотреть. Это ширение, которое... Когда говорят, интересно смотреть подход профессионал. Да, кстати, запросы могут не работать, это нормально, и прежде чем ты подберешь какой-то нормальный запрос, нужно штук 20, наверное, раз пописать, и потом найдется тот идеальный, который тебе выдаст десяток релевантных кандидатов. Если бы с первого раза можно было сразу понять, что выдаст хороший профиль, тогда бы это делали не люди, наверное, а вот что-то похожее на расширение, ну, какое-нибудь, типа ты вбил и все, но так не работает, потому что в первую очередь надо головой сначала понять, кого ты ищешь, а потом уже что-то получится этих запросов. Так, еще есть какие-нибудь логику сначала понять, да. Улыбнись. Вас снимает скрытая камера. Хорошо. Руслан, спасибо большое, что уделил время. Возможно, не в последний раз встречаемся в таком формате и будем что-то придумывать новенькое, интересное. Спасибо, что поделился новыми штучками по поводу вот этого ключевого тоже слова, да, тоже было интересно, я не слышала об этом. И посмотрим расширение в BMX. Да, тебе спасибо. Классно посидели, как говорится. Да, посортили, посортили. Полезно, с пользой. Спасибо большое. Давай, тогда хорошего тебя. Пока-пока. Пока-пока.